Виталий Угольников. Я такого тренажера еще ни разу не видел. Ух, прям рейдж заработал. Я прям чувствую, и пошло. А сколько ты намерил дома ведро? Сказать? Сказать? 77. 77. Честно говоря, вот Руслан, я очень сильно замотивировался. В следующем году я буду делать так все ровно, так все красиво. Я говорю, не может быть мистером Олимпия. Он не лицо будет, он не лицетворение. У меня было 20 тысяч рублей. Я когда прилетел в Питер, мне компания сняла квартиру. Там стояла плита, диван и кровать. Больше ничего не было. Даже не было тарелок, ложек, вилок. Ничего не было. Друзья, здравствуйте. И мы искренне желаем вам, правда, здоровья. Здравствуй. Виталий Угольников. Я ему придумал, так скажем, не прозвище, я придумал псевдоним. А Белая Надежда. Мы находимся в Алиспортлайф. Друзья, сегодня для вас запишем тренировку. Многие просили записать тренировочный процесс. Я вам расскажу про свое спортивное питание, которое я принимаю. Расскажу вам нюансы подготовки. Расскажу вам сложности, которые были на этой подготовке. Как мне удалось набрать порядка 10 килограмм мышечной массы за этот год. Как я прогрессировал, на чем я прогрессировал, кто мне помогал. Как все это происходило. Я думаю, вам будет очень интересно послушать это, посмотреть. Я уже попиваю притаренчик. А мне нужно вести свой комплекс. Комплекс у Генетик Лаб большой. И я включил большое количество витаминов. Цитрулин попробовал первая жизнь. Добавка шикарная. Вести ты шикарная, ребят, добавка. Шапочка, которая пропитывается моей энергетикой, которую я вам подарю. Ребят, стало холодно в Питере? Да, будет согревать вас зимой. Часть фирменной одежды, нашей экипировки Виталию привез. И вот комментарий, который лично Виталию больше всего понравится под видео. И поверьте, это не только нужно его расхваливать. Ему этого хватает. Может, это напутствие, может, какой-то ваш юмор. Не знаю, что выберет. Да, ваша поддержка тоже очень важна. Именно комментарий, который понравится лично Виталию. Мы потом подпишем, что обратитесь к нам. И Виталий подарит там такую же шапку, которую он поддерживает в руках. И зарядит ее энергией своей. Мое первое спортивное питание, это был протеин самый дешевый, соевый. Вот, я пил его возле раковины. И, честно говоря, мы жили в училище. Все трое, кто жили в кубаре у нас, все парни, пили соевый протеин. И, честно говоря, не всегда у нас был свежий запах, свежий запах в кубрике. Заходили люди, и, конечно, пахло не очень. Но соевый протеин он хуже уставился, чем все остальные. Он был самый дешевый. На что денег хватало, то и принимали. Потом, естественно, пошли другие бренды спортивного питания, более качественные, уже перешли на сывороточный, стали больше знать. Но в свое время я, чаще всего, принимал многокомпонентный протеин. В нем почему-то больше заходил, тем более он более витаминизированный. Вот так вот. В общем, ребят, у меня мой комплекс составляет оксиген. Пока что я не принимаю, принимал его на подготовке. Такой мягкий термогене, который заставляет меня потеть. Очень хорошая добавка. Пока что мы ее берем. Это рейдж притренник для пампа. Когда у меня тяжелая тренировка, а сегодня она просто будет немножко такая интенсивная, и я планирую поднимать хорошие веса, так как заполнился гликогеном, все-таки немножко притренника я добавлю. У меня цитрулин, добавка, которую я попробовал недавно буквально. Мне нравится она из-за того, что у нее повышенный как бы в теле энергообмен. Поэтому и пампинг, и самочувствие, и восстановление после нее лучше. На подготовке я принимаю там даже по два скупа. Это получается порядка, ну, 7 грамм, наверное, точно. 7 грамм, 7-10 грамм выходит. Потом я аргенинечка немножко добавлю. БЦа я уже дома выпил, ребят. Вот, но БЦа у меня где-то грамм, наверное, 15, и тренировка идет. Перетренировка, а в течение дня? В течение дня утром. Утром 15 грамм, перед тренировкой 15 грамм. В принципе... 30 в день. Да, 30 грамм в день БЦа у меня выходит. Просто дело в том, что у каждого физиологически своя дозировка должна быть. И поэтому не всегда стоит принимать такое количество граммов, миллиграммов, сколько принимает спортсмен. Поэтому рассчитывайте дозировку, исходя из своих физических потребностей организма. Так, ты тренируешься на 3 года, да, сколько я знаю? Начал я заниматься в 16 лет, сейчас мне 22 года. Кстати, в съемках с Луценко я оговорился, сказал, что мне 21 год. Я не знаю, почему я так сказал. Я пересматривал видео и сказал реально 21 год. Мне 22 года, ребят. Вот, занимаюсь 16 лет. Три года занимаюсь, занимаюсь я пауэрлифтингом, все остальное время занимаюсь я бодибилдингом. Поэтому... Бодибилдингом 3 года. Тренировка спины, я постараюсь к Виталию сильно не отставать, но он кушает, а я совсем не кушаю, потому что мне выступать, по-моему, дней через 20. Виталий, а ты очень любишь готовить, скажи, пожалуйста. Знаете, что можно сделать? Можно в следующем месяце пазать к себе домой, позвать вас к себе домой, ко мне точнее, и приготовить там мороженое. Да? Попробовать. И посмотрим, как живешь. Посмотрим, посмотрите мои добавки, посмотрите мои кубки. Сейчас, но я вас все позову. Вы, наверное, будете первые, кто побывал у меня дома вообще с переезда в Питер. На весы встаем, посмотрим. Вес уже 113 кг. Нужно останавливаться, потому что форму спортивную сохранить нужно. Не хотелось бы сильно заплывать, становиться свиноподобием каким-то. Начинаем тренировку. Потихонечку идем к упражнениям. Давай, давай. Кардио делаешь вначале? Нет. Не делаю. Для меня самое главное, суставы разогреть, связки разогреть, чтобы ни в коем случае их не травмировать. А я-то как раз-таки сейчас и вначале кардио делаю минут 10, там на элипсе, чтобы все поработало. Я считаю, что именно так и нужно делать. Это все-таки правильно. Там, то есть опресс в обязательном порядке в начале, гиперэкстензии на читательном порядке. В случае тренировки ног там вообще дико большая разминка, чтобы не допустить появление грыжи Л-5-1 поясничной. Связку бедра нужно нагреть. Я такого тренажера еще ни разу не видел. Ну, до этого вот. Я понимаю, что ногами приватся сюда. Ромбовидные, трапециевидные мышцы работают. Мы делаем мышцы спины. У нас будет 4 упражнения на мышцы спины и 2 упражнения будет на трицепс. Вот, сегодня сделаем большую мышечную группу и маленькую. Обычно такие тренировки проходят мне на массовом наборе. Я соединяю большую мышечную группу и маленькую. Какая цель по массовому набору у тебя? Я все-таки решил до Нового года восстановиться. Отдых полный от всего? Не от всего. Не от всего. Я все-таки сейчас больше витаминизированные комплексы принимаю. Немножко уменьшу норму белка. Из синтетического, точнее синтетики меньше буду пить. Больше здоровое питание такое. На сушке будут вообще смешные количество белка. Но на массовый набор у меня уходило где-то, наверное, 220-260 грамм белка. Это немного. Расскажи, пожалуйста, твои силовые результаты до перехода в бодибилдинг. Что ты поднимал? Сколько ты поднимал? Честно говоря, билдинги у меня были... Результаты, наверное, больше. Тогда рассказал, ваши силовые максимальные. Потому что я просто экспериментировал с оставшейся базой из лифтинга. Экспериментировал веса в бодибилдинге. Максимальная становая тяга у меня была 300 килограмм на раз. Присед у меня был 265. И жим где-то 190-195. Точно не помню. Помню, что 190 точно было. Поэтому пускай будет 190. Это все без экипы. Нет. Приседания были с бинтами. Присед был с бинтами точно. Потому что вес для меня 265 килограмм – это большой вес. По 100 грамм, но смысла нет. Я люблю сладкое питье, поэтому я использую с бинтами даже еду. Да ты что? Но у меня грамм до 40 бывает доходит. Все устраивается хорошо. Да, отлично. Да? У меня вообще, видишь, очень много работы. Ну, сам понимаешь, чем я занимаюсь. Ты очень много движений находишь. Я очень-очень много спортпита. Вообще, у меня, наверное, порядка 60% белка. Это добавки. Рацион у нас. Да, белковый рацион. Очень много изолята, как у тебя. У меня даже сейчас с собой 6 черпаков изолята. И сверху 2 черпака-сыворотки. В одном шейкере. Вкусно. Очень много белка. Отлично усваиваю. Когда я начал пить Геннадий Клаб изолят и понял, что я усваиваю его, в принципе, 50 грамм за прием пищи, я увеличил количество приема белка, количество приемов именно порции, порции, да, в день до 3-4 раз. У меня доходило, даже бывало там до 300 грамм белка, хотя я там принимаю всегда, вот как я говорил, 250. И устало все отлично. Поэтому, если ты можешь усваивать, почему бы и нет. Хотя некоторые заливают себя, у них болит живот, и они все равно себя его льют. Ты теперь можешь себе позволить, во-первых, да? И ты можешь, действительно, изолят. Именно изолят. Я работаю с поставщиками. Я знаю компаний, у которых в ассортименте изолят есть, а изолят они не покупают у поставщиков. А из воздуха он вряд ли появляется. Конечно. Понимаешь, о чем я, да? Ух, прям рейдж заработал. Я прям чувствую, пошло. У тебя есть специализация, ты пытаешься, ну, ты тренируешься, вот в целом ты качаешь все мышцы, или ты понимаешь, вот у меня, допустим, что спина очень широкая, мне нужна какая-то доп. детализация. Ты на это обращаешь внимание сейчас, или пока считаешь тренером, что это рано? И ты просто вот растешь генетически, как ты расположен. Все-таки есть, да. Предпочтение в тренировках касательно мышечных групп. Допустим, мои ноги, они очень, ну, очень большие. Они очень, они очень точка. Они очень большие, да. А сколько ты намерил дома бедро? Сказать? Сказать? 77. 77. 77 пока что, да. На масс на море будет больше. Ну, это 112, а у тебя цель 130 килограмм. Да, я хочу на следующем году очень-очень так хорошо. Но если из той массы, которую я наберу, килограмм 10, будет сухой мышечной массы, будет очень здорово. Я надеюсь, все-таки это вполне реально до следующей осени сделать. До лета. До лета, до осени, там потом уже будет сушка, там уже не до набора будет. А в предпочтении, конечно, я ноги тренирую всего лишь раз в неделю. А сейчас стараюсь детализировать именно спину. У меня получилось сделать детализацию именно вот на чемпионат России. Я подсушился. Спина, мне кажется, очень даже неплохо смотрелась. И грудные мышцы. Грудь, спина, плечи. Три основной мышечной группы, которые я стараюсь все-таки дать больше акцент, которые я считаю, что они меня отстают. Потому что, как все и говорят, да, что у тебя очень мощные конечности. Руки, ноги прям. Да, да, но плеч немножко не хватает. Хотелось бы объем немножко добавить. Ну так, их не хватает. Они просто на фоне развитых рук выпадают. Выпадают. Я просто тебя прекрасно понимаю. Ребята, вы напишите, какую группу вы еще хотите бы увидеть тренировку. Мы постараемся снять все. У нас будет очень много времени. Мы снимем новые тренировки, которые Виталий с тренером придумают. Но вот следующую группу мы оставим на выбор ребятам. Да, да. Если что. Выбирайте, потренируем. Банки надулись бы. А это рейдж. Венозас пошла. Это рейдж и был дунов. Более сильного эритропоэтина для культиписта нет. Слышь, ну видишь, я... Стараюсь быть максимально честен во всем. Не, ну а что скрывать тут? Да, ну давай скажем с тобой честно. Большинство мужчин, посетителей зала принимают. Большинство выглядит как говно. Потому что дело не в этом. Все виды спортов, то бишь, занимаешься профессионально, все спортсмены, они все принимают допинг. Поэтому тут скрывать, ну... Я раньше пытался скрывать, честно. Мне там спрашивают, ты принимаешь? Я говорю, не-не-не, ни в коем случае. А сейчас, ну что скрывать-то? Как есть, я говорю, потому что адекватные люди, они понимают, что профессиональный вид деятельности, а я считаю, что я уже занимаюсь, ну, более-менее профессионально, потому что я оцениваю свой тренок как работа. Я прихожу в зал, я отзанимал, скажу, если я не хочу идти заниматься, я иду заниматься. Вот. А любители, они захотели, пришли. Захотели, не пришли. Поэтому все-таки уже как работа, наверное, идет. Честно говоря, вот, Руслан, я очень сильно замотивировался. В следующем году я буду делать так все ровно, так все красиво. Потому что я, честно говоря, на этот подвиг я проебывал. У меня не было такой мотивации. Я даже не знал, что я столько на Россию иду. Я не знал этого. И когда мы остались втроем, я такой, думаю, ну, сейчас все, буду точно вторым. И меня вызывает первым, и я такой, да ну нахрен. Ну, музыка Фиката был, на самом деле, очень хороший. Он очень хороший. Ему не хватило харизмы сценической. Он был весь очень ровный, очень жесткий, очень кайфовый, но у него, то есть у тебя есть такая вспышка, а он прям очень хороший. Это был первый момент. И второй момент, я понимаю, судей, у них был баланс, и многие хотели его сделать первым. Но они поступили в стратегию. Вот тут был стратегический верный момент. Я кучу раз сказал, да, что я хочу видеть чемпионом России такого парня, как Виталий. Я как всегда, я уважаю каждого. Я каждый раз, но... Каждый служит уважение спортсменов. То есть, знаете, так, как вот, знаете, министр Олимпия, почему был Филл Хит, а не Кай Грин? Кай Грин не может быть министром Олимпия. Он не лицо бодибилдинг, он не лицетворение. У меня было 20 тысяч рублей. Я когда прилетел в Питер, мне компания сняла квартиру, там стояла плита, диван и кровать. Больше ничего не было. Даже не было тарелок, ложек, вилок. Ничего не было. У меня в кармане было 20 рублей. Я себе купил за 5 тысяч микроволновку. До 5 тысяч купил себе куртку зимнюю. У меня не было куртки. Та была порвана, я не стал брать ее. И на 10 тысяч я жил. Я питался одними бананами, рисом, яйцами. Первый месяц. А мне нужно было показать результат компании, Борис Борисовичу. То, что я там, я могу прогрессировать. Меня же взяли все-таки команду. Я из 10 тысяч пытался там, я набрал. Килограмм 5 я добавил за первый месяц. На бананах с рисом? А, на бананах? На банане, рисах и яйцах. На дешевой какой-то индейке там по скидках. Ну, клиентов даже еще не было в зале. Вот. А потом потихонечку закрутилось, я начал работать. Сейчас много работы в зале? В плане клиентов? Да. Ну, месяц соревновательный этот вот чемпионат России, конечно, очень сильно вывел меня. Выпал очень сильно из тренировочного графика. А так клиенты идут, да. Я считаю, что я каждому клиенту могу найти свой подход. В онлайне ведешь только зал? Онлайн его сейчас буду вести. Вот. С декабря, ребят, с ноября. Сейчас же нас что, ноябрь или октябрь? Я что-то, орел, терялся. С следующего месяца, в общем, пишите мне. Я буду брать онлайн. Я сейчас скажу так. Вот тебе, ну, реально много молод, целое поколение, да? То есть 7 лет это поколение считается, да? Это поколение младше меня. И когда я начинал, когда я был твоего возраста, не было ничего. Нельзя было получить информацию, не было такого количества Ютуба, интернета, специалистов. Все на здоровье вывозили, на дозировку. Мне рассказывали, что программа тренировок переходила из рук в рук на бумажках. Практически. И курсы тоже. Да, да. Ну, ты что, было безумие. Блин, какие шансы у вас? И этого очень сильно не хватало, именно в твоем 20-летнем возрасте, примерно. Да, 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 да. Абсолютно верно. То есть я, грубо говоря, из тех, кто индустрию создавали. Ага. А вы можете на ней расти, жить, зарабатывать. Тут, знаешь, как очень все просто, да? Вот я сейчас решил, да, всем призерам Твитера сделать подарки. Неважно, они в других брендах. Да, да. Не будет ни единой просьбы выложить это в интернет. А ты это афишировал, я видел, что тебе нужно даже делать рекламу. Да, это просто подарок. Но это же берется не из воздуха. Это мы свои деньги с партнером возьмем и подарим. Потому что, ну, мы благодарны вообще за эту индустрию. Спортсменам, кто выступает. Что вы стараетесь? Да. А как уважение получать? Да, нас никто не просил. Ни федерация, никто. Ну, вот решили так сделать. Я говорю более прямолинейно. Я у дядя очень такой всем достаточный, да? То есть я могу легко спать без федерации. Я последний остаток. Могу открыть свою. Я просто этого не хочу делать. Я почему, например, считаю, что нельзя разрушать действующую федерацию ШФБР, потому что 74 региона, 74 федерации. Создать с нуля это невозможно. Возможно очень долго, да? Конечно, нужно было бить ушами наставить президента Москвы или Московской области. Это было потрясающее решение, феноменально умное. Но можно пойти дальше. Можно поступить феноменально умно и убрать дисквалы. Они, я честно скажу, я же общаюсь со всеми, говорят, понимаешь, что Антоха узнает. Да ёб ваш, как он узнает, если вы ему не настучите? Он что, турниры российские, проверяет фотки, сравнивает, по Спартаку, по НБС? Ну, это бред. Он говорит, уберите вы эти дисквалы, дайте ему соревноваться, выступать. Что, с Сахалина ты думал? Ой, не поеду в ФБР выступать, полючу как с Сахалина в Москву на НБС. Ну, бред же. Я честно не знал даже, что федерации какие-то другие существуют. Я же с Лиденко перешел, мне говорят, хочешь выступить? Я говорю, да, поедешь на чемпионат России, поеду. И вот я, когда юниором стал, вице-чемпионом среди юниоров, я вообще не разбирался в этих федерациях, ни в одной. Я бодибюнг очень люблю. Я говорю, я считаю, что бодибюнг мне спас жизнь. Я так считаю, прям честно. Прямо это слова хирурга, который меня собирал, когда я упал. Поэтому это мой просто ему долг. Если ты бы не занимался, мы бы тебя не собрали, короче, да? У меня хирург просто талантливейший. Он сказал, если ты не занимался спортом, это, ребята, к вам промышленный корсет, про там бесполезность бодибюлдинга. Он сказал, если бы ты не занимался, не качался, у тебя бы, говорит, башку расколола пополам, а возможно она вылезла из жопы. Слова его не подбирал, но я парень был взрослым, мне было 14 лет. Это было за 4 дня до моего 15-летия. Мне кажется, спина и руки у тебя все-таки доминируют очень хорошо. Спина, руки, дельты. Дельты, да. Сейчас еще, конечно, грудь выпала из травмы. Не качаю, считай, нормально свисты. Так отжимаюсь, легкие кроссоверы. Слушай, мне вот тоже говорят, что у меня грудь именно выпадает. Выпадает грудь, нужно сделать объемы. Хочу вот такие объемы. Такие объемы. У меня такие объемы были только у правой груди. Я пошутил. У меня были такие объемы только у правой груди в течение 7 дней, пока был отек после отрыва. Я был хоть чем-то похож на филохита. Она была фиолетово-черная и огромная. Многие очень сильно торопятся, ребята. Торопятся именно в негативной фазе. В позитивной хорошо идут, а в негативной очень быстро опускают. Поэтому старайтесь все-таки 1 секунда к себе, 1 секунда от себя. Мышца постоянно под нагрузкой. Не расслабляйте мышцу. Так она получит больше стресса, так будет больше выброс анавалитических гормонов, будет больше рост. Поэтому виса никогда не сбрасывайте. Так, скажи мне, почему так прямую руку используешь? Это обусловлено удобством или какие-то хитрости? Я так могу лучше почему-то сводить. Я могу лучше сокращать мышцу. Да, нет, ты что, я устала. Поэтому я сканатную делаю. Давай, давай. Я раньше пытался с разными делать рукояти. Брал волнообразную прямую. Но помнишь, что я с косичками, я с косичками понимаю, у меня хорошо уходит локти назад. Что-то пиковое сокращение я чувствую в конце. Это из-за этого. Я никогда не пытаюсь, знаешь, навязать какое-то упражнение или навязать человеку какой-то хват, потому что у каждого индивидуальное ощущение. Кому-то изогнутая будет лучше, кому-то прямая будет лучше. Главное, это бодибилдинг, это почувствовать, тренировка ощущения, да. Должен почувствовать, пробить. Добавляйте, да, там, в детский вес стоит. Остраничный, Крестовский остров приехал, первый раз в жизни. У нас таких каруселей на Сахальне вообще нету. Я сел на эту петлю, на эту горку американскую. Меня не могли застегнуть. Я сижу вот так вот, у меня живота никогда не было. Ноги были еще больше. Она говорит, мужчина, втяните живот, втяните живот свой, мы не можем вас застегнуть. Я говорю, у меня нет живота. Дави, ты не можешь застегнуть мои ноги. Вот. В итоге она застегнула меня. Я понимаю, что на нога вот так вот ходит. Начались петли. Я там чуть не обосрался, честно. Больше после этого на Крестовский остров не ездил. Я вообще на самом деле, уже чисто, ребята, с точки зрения науки, мое личное мнение, аттракционы не имеют смысла, потому что выброс адреналина в спокойном состоянии, в обездвиженном, на мой взгляд, очень вреден. То есть, что такое вообще, ну, этот стресс, да, экстрим? Выбрасывается адреналин. Он освобождает гликогены с депо. Во время выброса адреналина вам нужно бежать, прыгать через забор, поднимать бетонную плиту, драться с медведем. Ну, а аттракционы, ну, не надо. Можно спускаться с порогов. То есть, лишний раз включают. Горные реки, там, какие-нибудь велосипеды эти горные. Ну, все такие штуки. А вот до, до бодибилдинга, до этого выхода на сцену, да, выхода на сцену России, да, прошлого, ты думал вообще о том, что ты хочешь переехать с Сахалина, что ты хотел бы там, ну, на большую землю, большой город? У тебя были такие мысли до звонка? Конечно, посещали, но просто, как парень молодой, немножко было все-таки боязно, страшно всех этих больших зданий. Новое окружение. Все равно, как ты там молодой, там, тебе лет 16-17, некогда даже 18-20, сменить обстановку, покинуть все-таки семью, там, девушку, работу. Все немножко боязно. Но не менее интересно, что я и сделал. Я переехал и ни в коем случае не жалею. Мне очень интересно развиваться в этом городе. И пусть говорят, что он серый, я этой серости даже не замечаю. Честно, для меня все очень красочно. Много возможностей, много всяких кафе, там, спортзалов, интересных людей. Что вся эта серость, я даже, ну, не обращаю на нее внимания. Пасмана, погода, снег. Я одеваю капюшон иду в зал, понимая, что сейчас многие сидят дома. А вот тебе играет там? А я иду в зал заниматься. По-любому наушники. А что, какая музыка? Какую музыку любишь? Что ты слушаешь? Есть такая альбом Disturbed, может, слышал. Конечно. Вот. С клипа нот тоже слушаю. Что еще? This is moment. Очень интересная певица, женщина. У нее взрывные треки. Такой, больше рок, конечно. Рок. Такая рок-альтернатива получается. Ну, да. Отдых твой стандартный. Ты чувствуешь, успеваешь восстановиться, тебе комфортно. Диапазон, секунд. Пищеводых, межподход, у меня там минута две, наверное. На массонаборе бывает до трех, до четырех доходит. Я работаю довольно-таки большими весами. Это твой опыт по рульсунику, да, сказывается? Да нет, не думаю, просто веса большие. Мне просто требуется больше времени, чтобы остынить гликоген, мышечную энергию. Вот. А на подготовке веса снижаются до средних. Хотя углеводов не так много, но я отдыхаю все равно меньше. Потому что веса не такие большие. Вот так вот, наверное. У тебя, я так понимаю, достаточно большое количество именно того, что ты делаешь, что ты интуитивные вещи, да? То есть ты не говоришь, что «ребята, мне нужно время под нагрузки, 40 секунд». Ты говоришь, я делал 15-16 раз. Я-то в голове посчитал. 15-16 раз все четко. Ты укладываешь это примерно в 35 секунд. В 30-40 секунд. Да, но ты говоришь именно, то есть у тебя все это пока, это все интуиция. Интуиция твое тело. Все-таки опытом потихоньку зарабатываешь. Ты приходишь уже интуитивно, делаешь на количество времени, которые ты, ну, как ты ощущаешь. И говорю, это бодибилдинг, это все-таки ощущение. Как ты ловишь. И потихонечку ты приходишь к тем ощущениям, которые вы даете рост, прогресс. Продолжение следует. Что больше все-таки... Очень много чего, когда я тебе говорю, да, вот ты, я чувствую, да, у тебя внутри тебя есть, знаешь, как бодибилдинг, ты чувствуешь, да. Я почувствую, что делаю. Могу тебе прямо оцифровать, нарисовать с точки зрения инженерии и объяснить с точки зрения клеточных, там, знаешь, процессов. А в тебе я прочувствую, ты говоришь, вот так оно работает, ну, смотри, оно растет, я чувствую. Больше нет растяжения, я больше могу мышцу растянуть, полностью растянуть. Берешь, что ты, например, вот за горизонтальную рукоятку, а не за вертикальную. Почему? Что сейчас больше кто на ширину. Ромбовидную мы сделали, я все-таки стараюсь на ромбовидную делать, там, одно-два упражнения максимум, а вот на широчайшие упражнения уже три сделать, что все-таки сделать ширину. Потому что это моя основная цель сейчас, добавить объемами наверху. Так, мне кажется, тебе нужно пониже опуститься, сесть. А я, 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 я. Чтоб у тебя грудная игралась. А вот так, Миша? Ой, а знаешь, куда мне прям попадает? Куда? Прям большая, малая, круглая. Я их прям чувствую, аж. А вот мы стараемся. Так, там оно есть, да, вот под бугорком, под эти, под лопаткой, вот там большая, малая, круглая. Ну, когда зажимаешь, что-то зажимаешь. Да, да. Кстати, эти мышцы обычно больше всего устают, да, у культуристов. Так что тут движение, оно, прям чувствую в этом положении, рука, она параллельно полу, очень сильно. Но, ребята, 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 вот если вы будете ставить очень много лайков этому видосу, если вы будете подписываться на меня и на Виталия, то вы можете ждать его в своих городах. Потому что, когда человек востребован и интересен, и у него будет личное желание ездить на какие-то чемпионаты как гостям, присутствовать, пофоткаться с вами, пообщаться, дать вам автографы, какие-то наставления, мы с удовольствием людей привозим. Я помню, когда мы ездили с Далером в Тюмень, там не было турнира, был просто семинар. Больше ста человек пришло к нашим друзьям, нашим партнерам. Это было очень круто. Знаешь, Руслан, я пока не считаю себя прям таким спортсменом, которого нужно возить. Я все-таки хочу к этому прийти в будущем, хочется к этому в будущем прийти. Но чемпион России это круто, но для меня будет максимально круто стать абсолютным. Я тебе скажу так, давайте я тебе по-честному, и вам, ребята, это наставление. Знаешь, кто один из самых наиболее коммерчески успешных? На мой взгляд, я если чужие деньги не могу посчитать, но визуально для меня. Коммерчески успешный бодибилдер России. Один из. Это Адам Абакаров. Скажи, а он выиграл Россию всю категорию? Не следил, честно, не следил. Нет, он там не выиграл всю категорию на России. Но востребованность у спонсоров, у социальных сетей. То есть он умеет себя преподносить, да, получается? Он интересен. Он очень своеобразен. И он интересен людям. И это очень ценно. Такая погода пасмурная за кном. А мы в зале тренируемся. Хорошо. Хорошее настроение. Мне вообще кайф. У меня вот пасмурная, я строюсь в тачку, там все светится, там все экранчики такой, ты музон включил. Даже если дождик идет, даже ты прям едешь, музычка играет, ты уже настроен на тренировку. А у нас он есть. Мне больше нравится то, что вот рейдж пьешь, и он тебя не убивает. От него нет сегодня такого отходника, допустим, как от Black Mamba, там Black Spider. Потому что от них отходняк вообще жесткий. Ты еще там часа четыре не можешь ночью уснуть. Засыпаешь под уртой, а тебе надо на работу идти. Мы делаем на наркотоз спортивное питание. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот так, то, что висит, быстренько сделал. Да, да, никаких сложных упражнений, никакой сборки тренажеров. Ну, видишь. Да, ну, у меня не возможности. Ровненько. Ага, норм. Может, не стоит? Нет, оно не кратично. Оно пришито, конечно. Я думаю, дискомфорт какой-то должен быть. Ну, не может. Ну, главное, чтобы тянуло, не болело. Тянуло. Обычный французский жим я заменил именно этим. Постоянно чувство напряжения ловишь. Слушай, ну, это... И один диапазон упражнения. Вот я говорю, ребята, у этого парня где-то вот там, на креточном уровне бодибилдинг. Потому что то, что ты сейчас сказал, обусловлено простым поднятием в бодибилдинге. Это время нахождения под нагрузкой. Когда вы делаете французский жим, у вас в любом случае есть моменты инерции, когда вы упрямляете руки, когда стоит на суставах вес. А тут постоянное напряжение. Постоянная тяга идет, да. Вы знаете, вот Виталий сказал, да, что вот там 35-40 секунд под нагрузкой. Поверьте, большинство из вас, делая упражнения, 40 секунд выполняя упражнения, у вас нет всех 40 секунд нагрузки. Подумайте этот момент, вы поймете его. Сейчас не буду расшифровывать, пусть какая-то будет пища. А еще большее количество обывателей даже не задумывается о времени под нагрузкой. Они пришли, сделали и все. А тут должна быть какая-то систематизация, как и в питании, как и в режиме сна, как и в подборе спортивного питания, как и в тренировках. Поэтому для достижения какого-то результата, нужно все-таки немножко почитать, а не просто прийти в спортзал, сходить в штангу, начать делать упражнения. Хотя бы почитать о выполнении упражнения, о правильной технике, как минимум, ребят. Поэтому не удивляйтесь, если у вас нет прогресса. Прогресс будет, если немножечко будет у вас теория, которая потом уже придет в практику. Тренировка подошла к концу. Тренировались мы отлично. Я даже немножко подустал. Не, хорошо, хорошо. Спасибо тебе огромное. Спасибо огромное. Если перейдем у спортлайф, который всегда идет мне навстречу, и вы, наверное, заметили, что со спортлайфа мало видео. Потому что, на самом деле, снимать это не положено. Но нам разрешают. Это очень здорово, за что я очень благодарен клубу, руководству. Виталий, тебе слово. Как тебе наши съемки? Снимем ли мы еще видео для ребят? И твое напутствие. Ребят, на самом деле, мне очень понравилось. Тренировался с Русланом. Силовые у него. Хорошие. Я на диете. Я легче. Тренировался с другими парнями. Они даже близко не могли понимать мои веса. Но веса у меня были небольшие. Потому что сейчас все-таки нужно не травмироваться. Именно тоже. И тебе мне. Наконец-то не травмироваться. А так, если хотите больше видео, больше тренировок, больше каких-то фишек. Может быть, тренировку ног для вас снять с моими фишками. Почему у меня такие ноги большие. Или какие-то пожелания у вас будут. Пишите. Сделаем красиво. Надеюсь, вам понравилось наше видео. Поддержите нас лайками. Поддержите нас комментариями. Мы очень любим бодибилдинг. Вы его очень любите. Канал будет расти благодаря вам. Так же, как выросла наша компания. Так же, как наша компания будет помогать теперь расти. Виталий, в нашей индустрии. Поэтому мы вместе с вами. Мы на самом деле одна команда. С вами в том числе. Спасибо вам огромное, что вы любите этот спорт. Виталий, спасибо тебе, что ты пришел в бодибилдинг. Я еще раз повторюсь. На тебя возложена огромная такая вот ноша. Ты наша новая белая надежда. Я постараюсь делать все красиво, ребят. Спасибо за вашу поддержку. Спасибо, что нас смотрели. Всем рок! Спасибо. Спасибо.